Лучшим фильмом кинофестиваля Вечи стала лента о жизни современной русской деревни. Драму «Жили-были» снял режиссер Эдуард Парри. Приз губернатора Новгородской области отправился в Москву Константину Хабенскому, исполнителю главной роли и режиссеру фильма «Собибор». Наш корреспондент Людмила Александрова побывала на церемонии закрытия Вечи. Лучшие моменты фестиваля в ее специальном репортаже. Вечи 2018 Новгород встретил совсем не по-сентябрьски. По ковровой дорожке шагали, приветствуя новгородцев, звезды кино, без курток, плащей и соболиных манто. Также тепло их встречали наши земляки. Харатьяна обожаю. Я уже сколько лет его знаю, наверное, чуть ли не с детства. Столько лет я его и обожаю. За пять дней Новгород навестили Гардемарины Домогаров и Харатьян. Молодые актеры фильма «Собибор», Федор Добронравов, Ирина Безрукова, Владимир Хатиненко. Им предстояла большая работа. В рамках фестиваля были проведены три мастер-класса, несколько дискуссий и творческих встреч. В таком интенсиве многие гости едва ли нашли время на то, чтобы прогуляться по Кремлю. Ведущий церемонии открытия музыкант Марк Тишман нашел свое вдохновение в самом сердце Новгорода. Когда идешь внутри вашего Кремля и видишь реку, всю эту красоту, и вдруг из открытых окон училища Рахманиновского звучит музыка. Это так классно. Свою долю вдохновения получили и зрители. Оценить представленные на сутки на фильмы помимо новгородских площадок можно было в кинотеатрах «Валдая», «Чудова», «Староруссы», «Малой Вишеры» и «Крестцев». В этом году в конкурсную программу полнометражных фильмов вошли девять картин. Члены жюри признались, что отсмотрели все даже по несколько раз. Режиссер Владимир Хатиненко, вдохновленный атмосферой фестиваля, даже помечтал о съемках кино на новгородской земле. Вот то, что вы предполагаете гипотетически, Новгород, Пристань, Детинец, корабли, предстают это все большие деньги, которых в нашем кинематографе, в общем, нет. И если вдруг осуществится моя программа госзаказа, и возникнет идея снять какой-то фильм, а дальше раскрутить, заказ хорошим сценаристам, такое может быть. Потому что то, что вы предполагаете, это пока... Все же коллектив судей единогласно заявил, что Новгородчина – золотое дно драматургии, а российский кинематограф – в долгу перед новгородской землей. Но когда точно ждать приезда съемочной бригады Хатиненко к нам в командировку, пока ответа нет. Зато стало ясно, кто лучший на этом фестивале. Больше всего наград вечи увезли с собой авторы картины «Жили-были». Это и лучшие актеры, и долгожданный главный пресс-фестиваля. Мы единодушно решили главный приз Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вечи». Великом Новгороде Новгородского диплом победителя фильму «Жили-были». Узнать первыми, кто победит, решилось немало новгородцев. Церемония награждения выдалась затяжной, но здесь самые преданные и стойкие. Те, кто с 2003 года наблюдает за развитием «Вечи» из кинозалов и не пропускает ни одного мероприятия в рамках программы. Очень интересно было на красной дорожке. Кто-нибудь из артистов своим выступлением, может быть, вас покорил? Да, они все молодцы. Вечер был бесподобный. Программа продуманная, все, но... Каждый год бываете? Нет. Вот попала первый раз и очень довольна. Так для меня горит очаг, как вечный слад, забытый лист. Логическим завершением творческой пятидневки стало выступление Дмитрия Певцова, который навестил новгородцев только под закрытие кинофестиваля. Артист признался, в ближайшее время сниматься в кино не собирается, но с концертной программой вскоре приедет и к нам. Тем более, когда после стольких дней зрелищного фестиваля его так тепло встречает новгородская публика. И люди, которые полностью вот это все посмотрели, еще вышел я, типа... Они ждали вишенку на торте? Вишенку, да. Ну, вишенка, хорошо, пусть будут вишенка. Я низкий поклон зрителям, они потрясающе слушали совершенно, реагировали. За пять дней новгородцы посмотрели 80 фильмов, несколько раз встретились с любимыми актерами. Вече 2018 собрало 34 тысячи зрителей. Они так не хотят прощаться с любимыми артистами, поэтому ждут их через год снова в Новгороде и, быть может, даже на новгородских съемочных площадках. Людмила Александрова, Савушаков. Новости о Новгородской областной телевидении.